Участники, казалось бы, рядового восхождения на Эллибрус погибли в снежном плену. Сразу пять человек стали жертвами то ли халатности, то ли стечения обстоятельств. Группа из 19 человек попала в снежную ловушку на высоте более 5000 метров. В причинах трагедии сейчас разбираются следователи. Возбуждено уголовное дело. Они этими гидами не являются. Не правило нужно знать, а нужен опыт. У одного из них были корочки, которые он купил за очень небольшую сумму денег. 23 сентября на Эллибрусе погибли пять человек. И так получилось, что я оказалась гораздо ближе к этой трагедии, чем мне хотелось бы. В буквальном смысле. В тот день я была на Эллибрусе. Правда, чуть ниже. Готовилась к восхождению. А вот еще через пару суток мы с командой заселились в тот же базовый лагерь на те места, где жили погибшие. Наши восхождения не отменили. Более того, мы шли практически по следам участников того штурма при похожей погоде. В какой-то момент я решила снимать все происходящее на телефон. Думала, получится такой дневник для соцсетей. А получился материал про горный туризм и почему иногда он может быть не просто экстремальным, а смертельно опасным. Высота 3800. И здесь мы будем жить ближайшие три дня. В общем, живем мы в контейнерах. Теплый душ. 10 минут 700 рублей. Но мы позвонили уже по этому номеру. Сказали, что сейчас не сезон, поэтому душ теплый не работает. Теперь на кухне отмах. Так, сейчас покажу вам дорогу в туалет. Выходишь. Идешь к обрыву. Ветер, ну, иногда кажется, что тебя снесет. Либо вот сюда, либо вот на эти железные трубы. Живем мы вчетвером вот в таком вагончике. Здесь у нас сушатся наши пуханы, в которых мы, собственно, ходим здесь. Есть обогреватель, который работает на максимум, но все равно не очень греет, потому что вот так мы здесь и живем. Выкрываемся спальниками, чтобы сильно ветер не дул, потому что там прям пургая вьюга. Мы заклеили все вот так вот туалетной бумажкой и сверху скотч. А до этого прямо дуло, и вот здесь на столе был снег. Идем на ужин. Как погод ее? Ужасная погода. Пойдем в такой погод на Эльбрус? Нет, нет, нет. Я сейчас на самом деле не жалуюсь и прекрасно понимаю, что это не тур, все включено. Я это рассказываю и показываю к тому, что на Эльбрус раньше времени пришла зима. И вот примерно такая же погода была 23 сентября. Об этом даже рассказывал гид, который вел группу на вершину. Да, уже зима пришла. Сегодня в ночь мы собираемся идти на вершину. Прогноз не очень. Смотрим, как оно будет. Тур на Эльбрус организовывают десятки разных компаний. Отличаются они названиями, ценами. В среднем такая поездка стоит 1060-70. Ну и, наверное, уровнем подготовки гидов. Есть туристический сезон. Это, как правило, весна-лето. А вот с октября неподготовленных уже не поднимают. Это, кстати, даже прописано на сайте организаторов того самого штурма. Но если, как в нашем случае, непогода приходит чуть раньше, восхождения все равно продолжаются. Ну, тур все-таки куплен, жилье забронировано, билеты оплачены. И, может быть, гиды и понимают, что шансы зайти на вершину невелики. Но все расписано, и следом идет очередная группа. А взять и закрыть Эльбрус никто не может. День 2. Идем липсихо. Виды красивые? Нет. Группа, огонь. Да назад чуть-чуть иногда смотрите. Идем липсихо. Весота сейчас где-то 200-300, наверное. Сейчас она уже ощущается. У меня дайвы до груди очень сильно. Суточка на сердце. Ребята говорят, что это театр. Вот здесь по груди сжимается. И корот. И голова тяжеловая, конечно. Вот она, одна из совершенных трусов. Ветер же здесь. Жесть. Порывы ветра до 40 км в час. Здесь это порывы, ну то есть местами. А там наверху это постоянный ветер. Тебя просто долбит постоянно. Ты идешь, сопротивляешься. Это наш гид Динар. Он мне рассказал, что работает в коммерческом туризме уже 7 лет. В прошлом тренировал детей. Сейчас ходят в большие горы из регалий КМС по спортивному туризму. Ну, лично мне всего этого хватило, чтобы довериться Динару. И в целом претензий никаких у меня к нему нет. Но вот Федерации альпинизма России считают, что все гиды должны проходить обучение у них и получать соответствующие удостоверения. Погибло 5 человек. Почти треть группы. Треть группы погибло, да? Там на 19 человек было 4 человека, которые называли себя гидами. Они этими гидами не являются. Они сами присвоили себе это название. У одного из них были корочки, которые он купил за очень небольшую сумму денег в Краснодарском обучающем университете. Туда, кстати, Федерация альпинизма России где-то, наверное, с полгода, побольше, наверное, месяцев 8 назад, послала письмо, предупреждающее, что вы, господа, оказываете услуги, выдавите удостоверения, которые могут привести к несчастному случаю. На это письмо никто никак не отреагировал. А, вот результат. Мы встретились с человеком, который вел людей на вершину 23 сентября. Мне кажется, он уже много раз анализировал тот вечер, ночь, и его вердикт таков. Квалификация тут ни при чем. И ни он, ни его напарники гибели людей не виноваты. Вот вы хотите услышать, это мне какие-то четкие правила. Но мы сейчас с вами не на альпинистских сборах и на туристических сборах. Если бы я был вашим инструктором, я бы, конечно, провел несколько дней, рассказываем о правилах. Но на самом деле не правила нужно знать, а нужен опыт. Нужен опыт и конкретно применение этих правил в реальных условиях. А кто тогда виноват? Сами туристы. Ну, кстати, от участников восхождения действительно многое зависит. Важная составляющая любого штурма – это акклиматизация. Ну, то есть организм должен постепенно привыкать к высоте, и на эти перепады он может реагировать совершенно по-разному. Ну, вот, например, мне во время тренировочного выхода на скалы Пастухова стало не по себе. Одного молодого человека пришлось спускать. Я сюда приехал для того, чтобы вообще прочувствовать, потому что я первый раз в походе. Понял, что на сегодняшний день у меня нет столько навыков и сил, чтобы его преодолеть. Нет физической усталости. Есть вот эта эмоциональная нагрузка, которая увеличивается. Все говорят, что мне тяжело было, но мне было намного тяжелее. Потому что, ну, Леня меня подгонял, то есть, товарищ, и прям, как сказать, я был последний. Хотя, если посмотреть, я не самый там взрослый. Я физически там тоже, ну, развит. Лично меня удивило, что никакого медосмотра мы не проходили. Справок о состоянии здоровья у нас не требовали. Пульс, давление не измеряли. И так было у всех. Как проходит вообще эта акклиматизация? Изначально два дня мы жили на высоте 1800 метров. И ходили на Чигет и на водопады. А потом поднялись на 3800, и уже там акклиматизировались еще три дня. Все, программа плотная, растягивать ее нельзя. Попросить дополнительный день на подготовку возможности нет. Потому что следом идет еще одна группа. И если тебе плохо, то все просто, спускайся вниз. Спускаемся, потому что большой риск. Ну, в том плане, сейчас помело где-то метр снега. Соответственно, сильный ветер дует. И для себя я особого смысла не вижу в такой погоде. Лучше приехать где-нибудь в июне, в конце, в начале августа, и нормально по стилю дойти. Теперь по поводу подготовки. Она, нужно признать, была. Правда, страховкой и ледорубом я училась пользоваться прямо в день штурма. Ты сорвался со склона, и твоя задача – бороться за устойчивое положение. Единственное устойчивое положение – это на животе. Соответственно, если ты упал, твоя задача – перевернуться на живот любым способом. Урок длился где-то часа полтора-два, и после этого мы начали готовиться к восхождению. Прогноз был не очень. Наверное, поэтому из всей нашей группы пешком от начала до конца решили идти только пять человек. Сегодня с утра погода еще ухудшилась. Она солнечная, это здорово. Но ветер там завтра 70. Это прям вообще нездоровая штука. Как бы попробуем поработать, посмотрим, что там будет на горе. Выход делаем. Обстановка по ситуации. На горе 70 километров в час. Это прям очень страшно. Страшно в том, что мы просто ляжем на ледорогу и будем лежать. Уже 50 километров просто переворачивает человека. Он вас не отговаривает. Мы в любом случае будем топить из последних. Ну, как бы на все, что мы способны, мы сделаем и постараемся дойти. Мы готовы, выходим уже на улицу. Спасибо за поддержку. У нас уже высота сейчас 4300. После первого привала я уже не могла ничего снимать. Было тяжело и холодно. А потом на высоте 4700 метров меня накрыла та самая горная болезнь. Тошнило, раскалывалась голова, была слабость. И я просто не могла даже стоять на ногах. Я села и помню, ребята вокруг меня кричали «Вставай, не трясись». А я не могла. Я просто хотела взять и уснуть в этом сугробе. И вот в этот момент нас собирают гиды в круг и говорят, что мы должны сами принять решение. Пройти, попробовать вперед или вернуться назад. То есть еще раз. В этот момент я еле стою на ногах. Практически не понимаю, что происходит. И должна принять решение, от которого, по большому счету, зависит моя жизнь. И вот тогда, 23 сентября, последнее слово тоже было за командой. Они допустили совершенно немыслимую с точки зрения ошибку. Они собрали группу и провели среди них совещание. Как вы хотите, наверх или наверх. Большинством голосов решили наверх. При этом у них была участница, которая реально к тому времени уже имела все признаки сердечной недостаточности. От нее она, собственно, и умерла. В этом году в такой ветер рисковать, что мы приняли правильное решение. Вы приняли правильное решение команды. Северо-западный ветер дул. Он бы как раз, когда мы были на косой полке, он бы прям дул нам в лицо. Нужно было бы идти в связки. И при таком ветре, если бы просто стоять не могли, вас бы просто восносило. Погода вас изматывает, а впереди ждет самая сложная. Поэтому на подъем нужно затратить всего 30% своей силы. Остальное все идет на спуск. Потому что все несчастные случаи происходят именно на спуске. И у нас мы, когда заходим на вершину, мозг отключается, мы все преодолели, все. А на развороте уже происходит, как вот из той группы, которая на данный период штуки. В общем, в жизни тяжелее, чем сегодня, не было никогда. Вот серьезно, никогда. Это было ужасно тяжело. Я вот еще чуть-чуть бы и отключилась. И это был такой прям критический момент, когда казалось, что ну вот-вот и ты просто умрешь. Лично я убедилась, что эти пять смертей, по сути, ничего не поменяли. Гора все так же открыта, и люди туда идут с любой подготовкой, с любым набором болезней и в любую погоду. Я, конечно, понимаю, что Эльбрус – это экстрим и личный выбор каждого. Но если у организаторов есть возможность хотя бы немного сократить риски для жизни, то почему бы им этого не сделать? Это как с олидорубом и страховкой. Если они есть, наверное, глупо выкидывать их в пропасть. Человек и горы – это неравные понятия. Человек не может бросать вызов горам. Человек заранее проиграл в этой борьбе, как он думал. Потому что никакой борьбы нет. Горы всегда сильнее нас.